здравствуйте уважаемые зрители как я и обещал в своем телеграм-канале и в принципе то что начал делать уже с прошлого видео пора заниматься главой офиса президента украины андреем ермаком кто не подписан обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал ссылка есть в описании потому что это тесно все связано youtube канал телеграм-канал информация дополняется это очень важно для вас присутствовать и там и там для того чтобы понимать всю картинку как вы могли видеть в моем последнем видео мы разбирали там интервью ермака наталья мастичук о том что он за справедливость оказывается теперь в украине вообще нельзя будет нарушать закон и все нарушители будут немедленно пресекаться и вообще в стране все будете замечательно отныне вдруг внезапно до этого все было совершенно наоборот украина была типичным постсоветским государством и теперь целый ермак сказал что все будет иначе давайте разберемся может быть стоит напомнить вам что многие уже забыли скандал с братом андрея ермака тем братом который по информации прессы публикациям видео оперативной съемки о том что он торговал прямо говоря торговал должностями в украине пытался торговать точнее о том что он пытался портить бизнес вот публиковала пресса украинская правда публиковала это все журналисты говорят это все подтверждено пожалуйста я предоставляю вашему вниманию то что вы забыли первую часть скандальных пленок депутата слуги народа гео лерас опубликовал на своей странице в фейсбуке видео доказательства как ермак через своего брата барыжет государственными должностями внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку привет рф ну и конечно заработок на государстве на видео человек похожий на брата главы офиса украинского президента андрея ермака дениса ермака вот для сравнения человек на видео а вот денис ермак дает комментарии журналистам радио свобода пленки датированы концом августа началом октября прошлого года период когда новоизбранный президент украины владимир зеленский занимался назначениями на ключевые посты в стране по утверждению депутата лераса который выложил пленки в открытый доступ речь идет об андреи ермаке который еще до своего назначения на должность главы офиса президента уже был помощником зеленского сам глава офиса президента андрей ермак обвинение в лоббировании и продвижении определенных людей на государственной должности в украине опроверг и пригрозил депутату лерасу судом мною будут поданы заявления в сбу и государственное бюро расследований по поводу распространенного видео с участием моего брата дениса ермака мой брат денис с 2014 года ездил зону а то и принимал участие в боевых действиях как доброволец я и моя семья честные и порядочные люди журналисты-расследователи из проекта схемы говорят что получили около 10 часов видеозаписей за сутки до их публикации народным депутатам утверждают что смогли установить личности и других людей на видео вот к примеру человек похожий на помощника дениса ермака сергея шумского как утверждают схемы именно он составляет график встреч с кандидатами на разные должности сам шумский на звонки не отвечает его телефон отключен не сберет 4 10 в 5 4 по 500 долларов раскинем ну это твои друзья мои друзья давай ходим по штуке самого факта передачи денег на записях нет зато удалось идентифицировать желающих попасть во власть вернее похожих на них людей вот к примеру 14 сентября и кандидат на должность главы тернопольской области руслан комар черный или анатолий хмельковский на записи от 22 августа человек похожий на него интересуется должностью замглавы одесской области по экономическим вопросам к слову оба так и не были назначены и сейчас отказываются от комментариев могли продавать даже должности в министерствах во всяком случае такие выводы можно сделать из этой пленки схемы утверждают им удалось установить и того кто вел записи его лицо частично попала в один из кадров мужчину зовут дмитрий штанько родом из харькова он собственник нескольких компаний в предоставлении финансовых услуг связаться с ним журналистам также пока не удалось телефон отключен пока непонятно для чего именно производились записи сам денис ермак брат главы офиса президента зеленского комментарии изданию бабель подтвердил на пленках он правда записи назвал нарезкой и мошенничеством говорит что не торговал должностями обговаривал проекты реформ в украине в пресс-службе специализированной антикоррупционной прокуратуры украины заявили что начато расследование возможных коррупционных преступлений зафиксированных на пленках такое наказание постигла дниса ермака никакого конечно какой же еще все как говорит андрей ермак видите в кавычках так как вы справедливости говорит ермак 2 я уверен что большинство из вас конечно это знают отец андрей ермака опять же по информации из прессы по той информации которой я склонен доверять так вот отец андрей ермака является ветераном гру российского и я сейчас только поймите меня правильно действительно дети не в ответе за родителей но сейчас речь идет о российской разведке бывших граушников не бывает таких фсбшников кгбшников это нужно четко осознавать и понимаете в такой ситуации возникает вопрос а кто и как проверялся и проверял ли ермака тогда когда он вообще заступал на должность начальник офиса президента украины то есть имея такую связь семье ты уже априори не можешь ничего сделать или ты должен публично хотя бы дать ответ на этот счет ни того ни другого не последовало все очень активно подчищалась медиа пространстве и сейчас тот закон о медиа который принят он позволит им вообще делать информационном поле все что захочешь именно поэтому youtube и современные технологии в целом телеграм остаются для нас с вами последним оплотом свободы слова и я призываю вас массово пользоваться этим подсаживать друзей родственников для того чтобы люди знали правду они накручивали ту самую мивину себе на уши подпишите пожалуйста друзей на мой канал родственников сами подпишитесь и поставьте колокольчик это очень важно идем дальше срыв операции вагнер все уже забыли это те самые вагнеровцы я еще раз говорю которые приехали сюда в нашу страну и убивают наших людей вот что делают те самые вагнеровцы которых мы могли повязать а кто забыл я напомню бывший глава гур вместо которого сейчас буданов бурба значит давал интервью дмитрию гордону вы знаете как и гордона отношусь давайте сейчас абстрагируемся вообще от личности давайте еще раз вам напомню а вы пожалуйста очень вас прошу внимательно послушайте что говорил бурба 8 февраля датированное интервью 8 февраля за две недели до вторжения российской федерации поехали я вам скажу больше по моим данным по моим данным вопрос о переносе был не просто так если вам интересно давайте на этом очень интересно во первых мне интересно ермак когда с вами встретился он сказал операцию нельзя проводить нужно перенести мотивация была простая с 27 началась перемирия она потом подтвердилась в интернете перемена началась была просто если 25 если 25 что-то произойдет россиянин скажу что это есть поводом то бишь с понедельника ничего не будет а не было важно перемирия ну поймите если ты такая спецоперация готовится конечно ты должен давать этому отчет поэтому было очень просто как хочешь так и переноси нас это не интересует на сколько дней на сколько дней на а люди в минске уже почти и переноси поэтому было конечно сказано нет такой момент очень важный наверно первое услышите было сказано так ладно ну когда вышел пришел мотивируя что зеленским да я вам сказала одну фразу ладно пусть мне перемири побудет два дня поняли вторник в среду можете реализовать понимаете как на базаре ладно пусть будет день-два какой системности мы говорим к их принятии решения руководства время войны если мы как за кого-то мы боимся чтобы у нас русские не играли потом не сказали в офисе президента когда было совещание у президента задавание одного мнения что ты хотел если бы оно сработало русские танки были в киеве но бы не просили это некоторые из тех фамилий которые я назвал вкратце напоминаю в чем была суть операции вагнер украинская разведка проводила спецоперацию в россии были опубликованы объявления о том что набираются бойцы в чвк вагнер для того чтобы участвовать в боевых действиях на донбассе на самом деле их планировалось всех свести в одну точку и повязать вот все это было сорвано не без участия ярмака судя по всему то что вы сейчас услышали вы слышали эту формулировку если бы мы провели эту операцию танки были бы в киеве а теперь какую песню нам поют совершенно другую улавливайте связь как теперь выгодно менять позицию менять свою точку зрения в зависимости от ситуации слушаем дальше скажите пожалуйста был сделан звонок в беларуси вы знаете кому был сделан и кто сделает звонок да я знаю это был андрей ермак ну смотрите сначала нужно чтобы пообщались президенты потому что если я наберу завтра руководителя спецслужбы в энергии и сообщу об этом не имея с ним контакта правильно наверное то тот сотрудник спецслужбы должен кому-то доложиться пойти наверх и сказать смотрите мы хотим проработать совместную операцию или совместное мероприятие с украиной может так не примет решение поэтому наверное была ему дана команда то есть сначала созвонились президент зеленский с президентом лукашенко мне кажется что это было так а затем андрей ермак с владимиром макеем где-то это слышал сейчас борьба я просто поясняю говорит о том что по сути сначала зеленский созвонился с лукашенко когда вагнеровцы прибыли в минск а потом уже ермак созвонился с теми с кем ему положено пора на как бы вторая линия вся те что делалось и это частном видео обращениях снимают продолжение слуги народа и про новогоднее обращение зеленского будет отдельный разбор потому что вся украина плакала не у вся украины украинцы где бы они находились когда смотрели все плакали на самом деле это не обращение президента это студия квартал 95 игра на ваших чувствах но будет подробный разбор не все там в этом видео так просто как многим кажется выкладываете вдвоем с баранецким президенту о том что будет проведена спецоперация в такое-то время в такие-то дни до президент слушает вас один очень интересный вопрос мне задавали уже его несколько раз давайте самого начала когда мы говорили площадь назад я сказал что первый мой доклад уже был с кем-то из ботов начиная с 20 20 года где-то там третий-четвертый месяц уже был присутствовал и зам глава офиса президента машевец и присутствовал где-то по разведке демченко присутствовал уже вместо богдана ермак присутствовал но еще помощник президента или кто там она и такие должности я не знаю но они присутствовали в кабинете мария левченко да моя левченко поэтому еще четыре человека кроме президента да слушали особо секретные вещи да представляете что вообще происходит в офисе президента такая мария левченко я рассказывал жена некто гагилашвили гагилашвили человек который по информации из прессы работал с валуевым работал с российской федерации связан с криминалом бывший зам авакова я уже видео об этом снимала вся пресса об этом гудела тот самый гагилашвили который сейчас очень сильно дружит с будановым теперешним главой украинской разведки как вам такое его жена секретарь зеленского была допущена к гостайне он был связан с российской федерации теперь буданов представляете как все взаимосвязано откуда уши растут слушайте дальше а когда вы докладывать раз в неделю президент тоже не один в кабинете сидит нет нет а что происходит вот все президенты кроме януковича говорили мне что всегда слушали доклады руководителей разведок один на один я не знаю вы порошенко докладывали он один сидел но мне говорили все президенты что слушали доклады руководителей разведок один на один мне говорили руководители спецслужб наши бывшие что докладывали всем президентам всегда один на один даже янукович дмитрий тут очень просто интересный в службе безопасности контрразведанное обеспечение органов власти за службу безопасности грубо говоря есть оперативный сотрудник в странном аппарате наверное в департаменте который занимается в том числе администрацией офисом президента начиная от того что быть у него наверное свои оперативные какие-то моменты, он должен знать про всех, кто там есть. И самое главное, не допустить нарушения закона. То есть все должны быть допусками, правильно? Он должен владеть, он должен докладывать президента, что есть. Вопрос. Есть момент, который нужно говорить о том, что есть люди, которые не имеют допуска в кабинете. Но если я прохожу, или министр института дела проходит, или министр обороны, он не должен спрашивать, есть ли у тебя допуск. Потому что допуск, это одно. Но он, наверное, должен спросить, доступ. Я президента в первые дни, в первый раз, конечно, спрашиваю. Уважаемый миссия президента. Мой доклад. Разрешаете ли при людях? Почему при людях? Потому что, если нет, если ему сказали, давайте я подожду, они выходят, я к вам захожу. Соответственно, президентом Курин был данный мне командующий, он вихронный командующий. Поймите. Докладывай. Скажите, пожалуйста, а он что, боится один в кабинете оставаться? Что происходит? Почему нужна компания такая? Это же особо секретные вещи. Не могу ответить. Знаете, почему так происходит? Я вам объясняю. Потому что Зеленский некомпетент ни по какому вопросу. И он не может один на один остаться с кем-то и выдержать этот, ну, не хочу сказать удар, потому что никакого удара нет, выдержит этот уровень разговора. Потому что нужно быть полностью вовлеченным к тему и очень хорошо понимать, о чем идет разговор, что тебе докладывают. И ты должен дать правильный ответ. Ему для чего нужны еще лица? Можно было сразу посоветоваться, справиться с чью-то точкой зрения. А, соответственно, и решение будет принято так, как захочет и преподнесет это советчик. А есть ли один из присутствующих агент ФСБ? Ну, смотрите дальше. Вы докладываете, что все готово? Нет, я поднимаюсь из Барнецка на четвертый этаж. Вы знаете, где он сидит. Ну, понятно, там охрана, у него с охраной и так далее сказали, что он сейчас занят, вас не примет. Я говорю, хорошо, будем ждать. Через некоторое время получил задачу спуститься на второй этаж. Где находится руководитель офиса кабинета? Да, я из Барнецка спустился. Вас принял Ермак? Да, он пришел, мы его в кабинете, помните, кабинет у него налево, там справа большой зал у него. Да, он нас принял. И что он вам сказал? Он делегирован президентом. И? И что решением руководства, решением Зеленского нужно перенести. Что с вами произошло, когда вы услышали слово перенести? Внутри что было? Сначала я не понял, потому что тяжело понять, даже без мотивации, почему. Ну, это мы военнослужащие, поэтому нужно было объясниться доводами. Я высказал свои с Русланом, а Ермак говорил свои. Мы выходили. Вот как все происходит в офисе президента Украины. Вдумайтесь, глава нашего государства принимает главу разведки по такой важной спецоперации. Выходит, Ермак разговаривает. В декабре прошлого года Андрей Ермак заявил в интервью РБК «Украина», что не давал вам никаких указаний по отсрочке спецоперации по задержанию вагнеровцев. Цитирую Ермака. Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают в том, что мы поначалу отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу пояснить это, говорит Ермак. Подчеркну, никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было. Скажите, пожалуйста, кто из вас влет? То есть очень все просто. Если я говорю одно, а другое, есть у следователя, наверное, куча полномочий по законодательству. Он может и проверять. Я готов. Но иногда нужно допросить товарища Баранецкого. Я думаю, что... В этой стране я много знаю. Он не все мог говорить. Но насколько я знаю, его допрашивали. Но надо допросить его из рифовом секретности. Потому что меня тоже допросили просто так. Я им объясняю, что давайте поставим риф, вы меня позовете. Давайте я, адвокат, получим допуск. И тогда будем общаться. А вот так допросить, понятно, что все говорят, наверное, что я не помню, потому что все боятся чего-то. Я ничего не боюсь. Давайте допросить по законодательству из рифов секретности товарища Бурбу, товарища Баранецкого. Более того, следователь может сделать допрос, используя в нем полиграф. Может посадить, сделать прекрасный допрос. Меня из Баранецкого, меня из Ермакова. Поэтому отвечаю на ваш вопрос. Я готов подтверждаться. А готов ли здесь Ермак на полиграф? Конечно, нет. А теперь, внимание, самая важная часть того интервью, которое сейчас особо актуально, и очень нужно внимательно послушать, будет коротко. Ермак и Демченко являются агентами Российской Федерации. Я, так сказать, не могу. Объясняю, почему. Ну, потому что у меня нет данных. Вопрос очень был актуален, был для товарища Баканова. И он должен ответить на этот вопрос, если он пожелает. А он знает это? Точно? Я уверен, что он знает, потому что те дела, которые ведутся, я, повторяю, я много знаю, чем занимается и служба безопасности, в том числе, кто там работал, и все-таки же это одна площадка у нас. Они знают, конечно, знают. Вопрос другой. Насколько хорош тот агент? И как его тяжело документировать? Или наоборот? Он может плохой, его легко документировать. Будет задержание, тогда будем говорить. Сейчас нельзя об этом говорить. Я точно знаю, что там есть крот, но я не знаю, как, кто, и как он работает. И понимаете, есть агент влияния, который может так делать такую прослойку для руководства страны, и не верить, например, что Россия может напасть, да? Как мы не верили в 2014 году, что на Крым могут напасть. Помните, да? Конечно. И вы видите наше заявление все о том, что партнеры все говорят, что планируется наступление, и разведки работают друг с другом, да? Ну, как-то непонятно. Соответственно, это может быть агент влияния. Второй момент, это может быть агент, который работает, но палить агента нельзя. Он не должен докладывать каждую минуту, вы понимаете? Ну, что же Юрий Бутусов говорит о том, что с появлением Руслана Демченко, как он считает, агента Российской Федерации, причем давнего такого агента, начались провалы в работе украинских спецслужб. А теперь вот что я заявляю. По моему личному мнению, которое я не утверждаю, что это правда и истина, я вам передаю просто свои ощущения. Именно Ермак является агентом такого плана, которому не надо докладываться каждый день, отчитываться куда-то каждый день. Это тот человек, который максимально всеми своими действиями способствовал тому, чтобы вторжение России в Украину было максимально легким и получилось так, как положено. Вот я вам рассказываю конкретно свое мнение, свои ощущения, исходя из анализа всей этой информации. Именно поэтому Виктория Спарс, конгрессвумен американская, так сцепилась за Ермака, потому что наверняка в общении с другими важными людьми в США у нее есть такая информация. Я думаю, что скоро и мне нужно встретиться с Викторией Спарс и рассказать ей кое-что интересное. А вот что творил Ермак и как все получалось у нас в стране. И как мы встретили войну. А знаете, почему я это все говорю и делаю? Потому что я никогда не прощу ни Ермаку, ни Зеленскому всего того, что пережили наши люди 24-го числа. И в особенности то, что случилось с Мариуполем, с Бучей, с Серпенем, с Херсоном. Весь этот кошмар, эта вся трагедия. Это все на их руках. И то, что он сказал про Баканова. Баканова уже взят за жопу. Там надо разобраться, кто сдавал этот Херсон. Я так понимаю, что Баканов единственный, у кого что-то есть на Ермака действительно официально. Вы только представьте себе в голове эту паутину, как все заплетено-переплетено. И в какой ситуации оказался Зеленский. Какая проблема? Он некомпетентен ни в чем. И он сам хочет быть диктатором. Вот в этом вся проблема. Что происходит сейчас в Украине? А сейчас я вам рассказываю. Тищенко, Третьякова, Арахамия, Гетьманцев, депутаты Слуг Народа, не поддержали решение о том, чтобы решить депутатов ОПЗЖ мандат народных депутатов Украины. Как вам такое? Это об этой справедливости Ермак нам рассказывал в интервью Масичука. Она там улыбалась, заигрывала, кивала. И вообще у нас же всегда все, как посмотреть их интервью, все же замечательно в стране. Давно Украина-Сингапур, мы просто об этом не знаем. У Ермака, конечно, и у Масичук. У тех, кто на обеспечении стоят, у разных структур и разных лиц. А теперь я вам дальше показываю. Мразь и подонка Бойко, который сейчас смеет свободно себя чувствовать в Киеве, и еще он там что-то требует. Послушайте. Поэтому мы будем требовать от правительства, чтобы подняли зарплату и коммунальщикам, и врачам. И есть для этого механизмы. Введение в тарифы, увеличение финансирования медицины. То есть те вещи, которые сегодня нужно сделать, чтобы люди, которые нас защищают здесь, почувствовали заботу. Всем оставаться живыми, здоровыми. Так я десятый раз спрашиваю. Это про вот эту справедливость нам говорит Ермак? А теперь послушайте, что говорил Ермак в втором интервью Масичук. Единственный момент, в который я не вырезал, потому что не смог. Подписчики, спасибо, помогли, прислали. Послушайте. Ненормально ставлюсь до образу президента. От хочу сказать, что... Его ображают меньше, чем вас, дорогие. Не думаю. Стрели летят в вас. Вин точно не заслуговує сьогодні, чтобы его ображали. Вин не... Йому не нужно. Когда это критика, когда это какие-то зауважения, он без меня готовит всегда ответить, поговорить, он человек открыт. Но когда его ображают, для меня это люди, мои особистые враги. То есть он заявляет, что каждый, кто оскорбляет Зеленского, его личный враг. Это уже как бы идет угроза, да? Но я уже в политической миграции. И я более того считаю, что теперь Ермак мой личный враг. Самая главная идея всего, что я хочу вам донести, что в данный момент Ермак является президентом Украины, что касается внутренних дел нашего государства. А Зеленский это просто такой президент-вывеска для внешних переговоров, для внешней политики, для вот там, просите, оружие, просить финансовую помощь. То есть парень, который как бы типа, типа, подчеркиваю, не из системы, свежее лицо, герой, всемирная суперзвезда сейчас. Вот работа Зеленского просить. Но нас-то интересуют внутренние дела тоже, потому что украинцам же сейчас жить в этой стране, и потом жить в этой стране, по идее. И всем парадом командует именно Ермак, на которого уже компромата, если потянуть за ниточки, по-настоящему, если бы украинские спецслужбы этого хотели, можно было уже опубликовать кучу информации. Да, возможно, не во время войны, а во время войны нужно было сделать тихо. Но если у вас есть информация, что он агент Кремля, или хотя бы намек на эту информацию, то как этот человек сейчас может ездить на какие-то международные переговоры, представлять нашу страну во время войны? Да, конечно, он будет Зеленскому, как когда-то Богдан, шептать в ухо просто не на камеры, а более правильно, так как, наверное, их там обучают. То, что будет во вред идти Украине. А проблема Зеленского все та же. Ни в чем не компетентен, ни в чем не разбирается. Про экономику они уже совсем забыли. Потому что в Украине уже просто коллапс экономический. Дроны производить невозможно, я уже об этом тоже говорил. Военная промышленность вся в государственных руках, то бишь вся провалена. Ничего хорошего не происходит. Но когда речь заходит про видеообращение, актерочка, квартал 95, новая серия «Слуги народа», это пожалуйста. Поэтому слушать этот бред на этих интервью невозможно. Вот эти угрозы Ермака, я вам уже все сказал. Пусть не думает, что все будет так легко и просто, как ему кажется. Он считает, что он очень важный парень. Да, в Украине он важный парень. Но Украина находится под влиянием США, слава Богу. И до него, я надеюсь, придет время тоже доберутся. Я, по крайней мере, для этого все сделаю. Жалко людей просто. Вот и все. Что касается Зеленского, Бог ему судья. Пройдут годы, все равно встает разного рода информация. И уже, если сейчас, просто наши журналисты же работать не умеют. В итоге, видите, я бизнесмен должен делать вместе с журналистами иногда их работу. Забыли все, что Бурба давал это интервью, что Бурба вообще-то это говорил. Если вы все внимательно слушали, вы можете себе представить, на самом деле, что там происходит и насколько точно все получается. И мы сейчас можем понять на 10-м месяце войны, что на самом-то деле не было никаких случайностей. На самом-то деле идет действительно серьезная операция. Только не военная спецоперация, как они называют войну там в России, а спецоперация спецслужб, которая идет параллельно с этой войной. То есть эта спецоперация является частью большой войны против Украины. А люди в этой схеме где? А люди в этой схеме нигде. Потому что ни там, ни там, жизнь человека не стоит ровным счетом ничего. Что предлагаю я? Создавать фонд для того, чтобы вот таких красавцев водить на чистую воду. Чтобы в Украине не осталось ни одного предателя. Выкурить их со страны, выкурить весь криминал, всю организованную преступность. И украинцы должны построить страну для себя прежде всего. Потому что государство должно существовать для человека. Нужно менять полностью экономическую систему, в первую очередь налоговую систему, судебную систему. И все то, что вам рассказывали 30 лет по телевизору, но только по-настоящему. Не будут менять вам ее те, кто находится во влиянии и всякие говорящие головы. Не будет вам ее менять Зеленский, который некомпетентен. На самом-то деле он не знает боли обычного гражданина. Потому что любой вопрос для его бизнеса, во-первых, его бизнес весь в офшорах. Если что-то нужно в Украине, все решается. И для его, его семьи, для его друзей все прекрасно, все схвачено. Он не сталкивался никогда с тем, с чем вы сталкивались всю свою жизнь. Будь то вы бизнесмен, пенсионер, учитель, просто работающий на кого-то человек. Для них эти проблемы чужды. Это должно закончиться. И государство Украины должно существовать для граждан Украины. Не для чиновников. Чиновник – это ваш враг. И на всякий случай подчеркну еще раз. Но моя аудитория постоянно знает, как я отношусь к Порошенко и ко всем, кто его окружает. Понятно, что Геолера сливает эту информацию по заданию партийному. Понятно, по Бурбетам не все так гладко. Но он же сказал конкретные факты. Австрагируемся, хороший он или плохой. Это все-таки бывший глава разведки. Это очень серьезно. Который во всеуслышание все это сказал. Связались с ним после этого западные спецслужбы? 100% да. И поверьте, придет время, и Бурба даст еще не одно интервью. И не только Бурба. Но хочу сказать другое. Вот у меня возникает такой вопрос. Ведь Гордон гнило. А почему у нас все так построено, что Бурба дал интервью только Гордону? Потому что некому больше дать интервью. Вот такой негодяй, как Гордон, вылез на медиа Олимп в Украине. Потому что сами люди все ждут, ждут, что кто-то, где-то, как-то. Нет. Вы должны профинансировать журналистику свободную. Иначе в Украине у журналиста или так называемого журналиста появится, конечно же, хозяин. Я не журналист, я предприниматель. Вы все это прекрасно знаете. Но видите, вынуждены делать такую работу. А это должны вам были готовить профессиональные журналисты. Но СМИ может быть независимы только тогда, когда оно финансируется извне. Если вы будете финансировать олигарх, вы никогда ничего подобного не увидите. Потому что все они вовлечены в этот процесс и финансово заинтересованы. Поэтому задумайтесь, пожалуйста, над этим. Напишите свои комментарии. Подпишитесь обязательно на канал, кто еще не подписан. Я жду вас в воскресенье на стриме. Он будет наполовину посвящен фонду. Готовьте свои вопросы, только нормальные. И в прямом эфире, без подготовки, я дам вам ответы на все ваши вопросы. Настраивайтесь эту ситуацию кардинально менять. Иначе у Украины нет будущего. Если вы думаете отсидеться и как-то оно само... Нет. Мы выиграем, мы победим Россию. И все будет точно так же. Вот такие ярмаки. И же с ними будут дальше рулить. А ваша жизнь будет идти, идти, тикать. Часики тикают. А жизнь коротка. У них жизнь прекрасна. А у вас? Пока. Продолжение следует...